Итак, лабораторная работа номер 2, вариант 2, то есть цель написана в методическом указании. Так, ну а пример, он похож на предыдущий вариант, единственное, здесь добавляются условия, что нужно вывести на экран условия выполняемого выражения. Итак, в предыдущей лабораторной работе мы вот написали программу, теперь нам требуется, чтобы перед Y нам показало при каком условии получилось данное значение Y, что изменится в программе. Так, ну для этого вам понадобится написать составной оператор, который также начинается словом begin и заканчивается end-ом. Он применяется в том случае, когда вам нужно выполнить в одной строке несколько операторов. Так, ну и то же самое проделываем с ветвлением else-а. Также пишем составной оператор begin и end с точкой запятой. Хотя точку запятой можно не ставить, потому что в конце, после идет end. Перед end-ом и после begin-ом точка запятой не ставится. Так, ну и что нам нужно поменять? То есть здесь добавить соответственно условия. То есть при X больше 0, Y получается такой-то. Так, скопируем и соответственно поставим. Так, а здесь поменяем условия. Так, ну и давайте посмотрим, что в результате произошло при добавлении двух операторов вывода. Так, нажимаем на запуск программы. То есть ошибок у нас нету. Так, ставим 2. Получается у нас условие, при котором вычисляется следующее выражение. Ну и давайте проверим второй вариант. Поставим минус 1. Соответственно пишется условие при X меньше 0, значит значение получается таким-то. Так, теперь. Вот какие изменения произошли в среде программирования Pascal, в среде Pascal ABC. Так, ну а что измениться здесь? Так, мы копируем соответственно вниз то, что мы набрали в предыдущем варианте при помощи функции логической если. То есть теперь она у нас переместилась ниже, нам нужно обратно вернуть на предыдущую ячейку, где у нас находится значение X. Так, а здесь произвести следующее действие. То есть здесь мы заменяем, ставим 2 кавычки и пишем при X меньше 0. Так, а здесь заменяем в двойных кавычках, пишем комментарий. Ответственно X больше не равно 0. Ну и смотрим результат. Так, и здесь чтобы было. Смотрим правильно, при условии. И, то есть меняем значение, получаем, соответственно, другой результат. Так, ну и теперь что изменится, соответственно, в следующем этапе, а именно оформление вашей лабораторной работы. Ну, во-первых, здесь добавятся условия задачи. Этот формативный. Так, а что изменится в блок-схеме? Так, в блок-схеме изменится следующее. То есть у вас добавится... И еще один блок-схеме изменится следующее. Так, и соответственно, стрелка теперь пойдет сюда. Здесь пойдет сюда. Ну, здесь условия можно уже не писать, там, при X меньше 0, а при X больше не равно 0. Так, ну и совершаем последнее действие, это соединяем соответствующие блоки. Ну и при желании можно отформатировать. То есть вот третий этап. Ну и не забываем про четвертый. О том, что необходимо защитить лабораторную работу. Продолжение следует...